Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Я только что получил известие о том, что один из крупнейших банков не просто ограничивает выдачу наличных, а полностью от них отказывается. У нас также есть еще один отчет от ФРС США, в котором говорится, что сотни банков могут обрушиться. Кроме этого, появляется все больше противоречивых данных о том, что центральные банки что-то сломали в экономике, но скрывают это от публики. А Соединенные Штаты Америки хотят повторить финансовое стимулирование в масштабах даже большим, чем во время коронавирусной пандемии в 2020. И на фоне всего этого банки готовят нам страшную ловушку ради своей собственной выгоды. Они используют наши чувства эйфории, чтобы закрыть свои проблемы. Итак, нам определенно есть о чем поговорить, так что давай не будем терять времени, давай сразу перейдем к новостям, фактам и данных. Сразу же после того, как ты оплатишь проезд. Проезд у нас стоит один лайккоин. Оплатил? Ну раз оплатил, тогда знай, что группа Макуори это один из крупных австралийских банков с активами на сумму 182 миллиарда долларов. Макуори банк заявил, что перейдет на полностью безналичную модель экономики в этом месяце. Макуори сообщил клиентам, что в его отделениях больше не будет наличных. То есть бумажных купюр в этом банке ты больше никогда не увидишь. Банк сообщил, что уже с конца этого месяца полностью перейдет на цифровую модель существования. Услуги по выдаче наличных и чеков, пополнению счета и снятию денег будут недоступны, начиная с 20 мая. И если ты думаешь, что это ограничится только одним крупным банком, ты ошибаешься. Это только начало. Начиная с этого месяца клиенты будут приходить туда, чтобы снять немного наличных по той или иной причине, но получат отказ. А с 20 мая клиенты также не смогут заказать новую чековую книгу или депозитную книгу, так что это тоже исчезнет. Таким образом банки усложняют получение наличных, заявляя, что ты можешь использовать в цифровые платежи, а в будущем и цифровые валюты центральных банков. Они говорят, что CVCB это намного безопаснее, быстрее и удобнее. И да, многие новые технологии сделали вещи более удобными и простыми, но цифровые валюты, кроме этого, дадут возможность властям контролировать тебя и следить за твоими покупками. Они смогут устанавливать лимиты, сколько ты сможешь потратить на бензин, например, за месяц, чтобы не дай бог не превысить выбросы углекислого газа. Они смогут даже устанавливать таймер, по истечению которого неистраченный баланс будет сжигаться. В криптовалюте уже существует механизм сжигания монет, и банки тоже могут его внедрить в свои валюты. Вот что написано в отчете Европейского центрального банка. Баланс депозита цифровой валюты центрального банка может корректироваться. Например, это может быть мгновенное сжигание цифровых денег или взыскание налога на владение цифровыми валютами центральных банков. Налог устанавливается государством. Как тебе такое? Налог на то, что ты владеешь деньгами. Теперь посмотри на это. Макуори также прекращает сотрудничество с одним из четырех крупнейших банков National Australia Bank. Теперь с 1 ноября клиентам будет недоступно пополнение счетов и чеков в отделениях National Australia Bank. Интересно, что в прошлом году большая четверка банков Австралии, куда входит и National Australia Bank, заявила, что сохранит наличное обслуживание. Однако уже спустя год после этого Commonwealth Bank, NAB, National Australia Bank и ANZ прекратили выдачу наличных в некоторых отделениях. Так что не стоит слушать то, что они говорят. Сначала они закрыли наличные в некоторых отделениях, а затем у нас будет полностью безналичное общество. Именно так они всегда и поступают. Делают все постепенно. Пока австралийские банки в этом смысле впереди всей планеты, но остальные за ними потянутся. Посмотри на этот новый отчет, который мы получили от ФРС и от этих финансовых институтов. Еще сотни банков потерпят крах. Иными словами, чем меньше будет банков, тем больше будет мегабанков, которые сожрут всех своих меньших собратьев. Мы уже видели такое в марте 2023, когда большие банки выкупали обанкротившихся коллег. Ведь что легче, контролировать тысячи банков или контролировать несколько мегабанков, чтобы они делали то, что нужно центральным банкам и правительствам? Ответ очевиден. Консалтинговая фирма проанализировала около 4000 американских банков и обнаружила, что 282 из них столкнулись с двойной угрозой. Дорогими кредитами на коммерческую недвижимость и потенциальными убытками, связанными с повышением процентных ставок. На самом деле их может быть даже больше, ведь в марте прошлого года ФРС США запустила программу экстренной финансовой помощи для банков. Но в марте 2024 года она ее прекратила. И знаешь, сколько банков и финансовых институтов сидели на их финансовой игле? 1804 штуки. Они взяли у ФРС 161 миллиард долларов. И они теперь в зоне риска, ведь их нужно будет отдать. Коммерческая недвижимость, когда она окончательно рухнет, вызовет огромный финансовый кризис. А высокие процентные ставки, которые будут сохранять длительное время, только поспособствуют этому. И сотни банков разорятся. Итак, у нас есть банки, перешедшие на безналичный расчет. У нас есть сотни банков, которые потерпят крахи. И только что вышел отчет по занятости в США. Мы получаем множество противоречивых данных. Заметил, кто хороших, кто плохих, что вообще происходит? Я думаю, это потому, что данными полностью манипулируют. Это забавно, потому что фондовый рынок рухнул на новостях о росте ВВП, но вырос на новостях о растущей безработице. Это же нелогично. Прибыль Теслы упала, но акции выросли, потому что Илон Маск пообещал новый народный электромобиль. Apple отчиталась о падении продаж почти во всех странах, но пообещала грандиозный выкуп акции на рекордные 110 миллиардов долларов. И поэтому рынок вырос. Такое впечатление, что больше всего их волнуют процентные ставки и печать денег, а не рост ВВП, рабочих мест, экономики, прибыли компаний, покупательные способности потребителей и так далее. Фондовый рынок должен расти, когда растет ВВП, когда рынки труда процветают, когда компании зарабатывают деньги. Но нет, когда мы получаем хорошие данные, фондовый рынок падает. И криптовалютный тоже. Но затем мы получаем плохие новости о росте безработицы, и рынок растет. ФРС США полностью сломала рынки. Теперь она манипулирует всем. Когда она говорит о снижении ставки, то все растет. И наоборот, когда она говорит о повышении, все падает. Общий показатель безработицы вырос до 7,4%. Это самый высокий уровень с ноября 2021. А значит, дела в экономике обстоят не так хорошо, как они говорят. И это говорит нам о том, что ФРС США сломала не только рынки, она сломала экономику. И если она или правительство ничего не сделает, то нас ожидает огромный кризис. И именно поэтому Соединенные Штаты в этом году что-то сделают. Но об этом позже. Малые предприятия накопили рекордные долги по кредитным картам. Малый бизнес все чаще обращается к кредитным картам как к основному источнику финансирования, поскольку им приходится бороться со все еще высокой инфляцией и ростом стоимости заемных средств из-за высоких процентных ставок. При этом долги по кредитным картам выросли до 1,13 триллиона долларов. Как раз это может привести к огромному снежному кому событий, которые в конечном итоге будут прибыльными для биткоина. Мы видим очень много изменений из-за нескольких переменных, которые вот-вот изменятся. И мы уже видели это в 2020-м, когда бизнес получил финансовые стимулирующие чеки. Но на этот раз все будет гораздо больших масштабов. Локдауны ударили по экономике. Правительство готово помочь миллионам американцев. Они заплатят 1400 долларов малому бизнесу. 28 миллиардов будет выплачено владельцам ресторанов. В скором времени мы будем видеть похожие сюжеты в СМИ. Возможно, уже даже осенью этого года. Это означает, что мы увидим не только изменения в экономике, но и огромный кризис, который будет сравним с 2020-м. Не забудь поддержать видео лайком. Это помогает распространению информации, о которой в основных СМИ не расскажут. То, что сейчас происходит в СМИ, это финансовый двуязык. Наверное, ты заметил, что есть заявление о том, что все хорошо, но есть и заявление о том, что все плохо. И это может происходить на протяжении 24-х часов. У тебя складывается диссонанс. Ты не понимаешь, чему верить, чего ожидать. Так вот, это сделано специально. Так они скрывают то, что действительно происходит. Примеры двуязыка даблспикинга. Война – это мир. Свобода – это рабство. Невежество – это сила. И самый популярный пример – все хорошо. Это как раз то, что говорят нам ФРС США, правительство, центральные банки. Мы живем в таком мире. Не о том, что происходит, а к чему это может привести. Начнем с того, что кредитные карты накопили не только рекордные долги, но и просрочки. Уровень просрочек по кредитным картам достиг худшего с 2012 года уровня. Из этой новости вытекает эта карта уровня дефолта по разным штатам. Лишь несколько из них составляет 15%, но есть штаты, достигающие 32%. Это треть бизнеса. Это значит, что если правительство не вмешается, если ФРС США что-нибудь не сделает, то спустя 12-18 месяцев мы можем увидеть огромную волну банкротств, особенно в малом бизнесе. Как ты помнишь, он рекордно погряз в кредитных картах из-за высоких процентных ставок. И здесь есть два варианта. Либо заливать все деньгами и удерживать высокую процентную ставку, возможно, даже сделать ее еще выше. Либо понизить процентную ставку. И больше шансов на первый сценарий. И вот мы подбираемся к главному заголовку новости, о которой вообще никто не говорит, и я не понимаю почему. Ведь это очень важно для рынка. США могут предоставить домовладельцам безусловное стимулирование в размере 980 миллиардов долларов, говорит Уолл-стрит. Максимально возможный пакет помощи может достичь 2 триллионов долларов уже до осени этого года. Знаешь, когда в последний раз такое было? В 2020-м, после вспышки коронавируса и закрытия бизнесов на локдаун. Что тогда случилось с биткоином? Вот последовательность событий. Вспышка коронавируса, закрытие экономик на локдаун, крах всех рынков, кризис. Затем правительство начинает финансовое стимулирование домохозяйств и бизнесов. И биткоин сходит с ума от денег. Параболический рост от 4 тысяч до 69 тысяч долларов. Тогда правительство выплатило стимулирующих чеков на сумму 814 миллиардов долларов. Теперь же это может быть минимум 980 миллиардов, а максимум 2 триллиона. То есть на 15 или на шокирующие 230% больше, чем в 2020-м. И если бы в 2020-м году люди, которые получили эти стимулирующие чеки, инвестировали бы их в биткоин, то они получили бы 0,2 биткоина. То есть сегодня они имели бы 14 тысяч долларов. Если бы в доги коин, то их стимулирующие чеки превратились бы в 122 тысячи долларов. Многим людям такие деньги изменили бы жизнь. Если бы в эфириум их стимулирующий чек превратился бы в 28 тысяч долларов. Зная это, как много людей инвестируют эту грядущую финансовую помощь в размере от 980 миллиардов до 2 триллионов долларов в криптовалюты? Думаю, как минимум процентов 10. Конечно же, сразу после того, как эти домохозяйства разберутся со своими платежами и процентами. Они начнут стимулировать экономику, тратя деньги, выплачивать долги, будут финансировать свой бизнес, будут делать все, чтобы оставаться на плаву, в том числе и искать пути для инвестиций. В этом им даже будут готовы помочь. Предложение по жилищному строительству может высвободить почти 1 триллион долларов для домовладельцев, пишет Мэридин Уитни для FT. Идея заключается в том, чтобы Фредди Мак начал покупать вторичные ипотечные кредиты, предлагая заемщикам экономически эффективный способ задействовать собственный капитал. Фредди Мак – это одно из крупнейших американских ипотечных агентств. Этот пакет финансовой помощи, который, возможно, будет принят уже до осени, может опустить риски дефолтов на краткосрочной перспективе. На краткосрочной перспективе это будет отлично для тех, у кого задолженности по кредитке, и это будет хорошо для малого бизнеса тоже. Но дальше – это как отсрочка от кризиса масштабов ночного кошмара. Или же это подкуп избирателей перед выборами, который может привести к непродолжительному росту рынков, а затем к кризису невероятных масштабов. Средний платеж по ипотеке – 2800 долларов. Это средний. И это мы не учитываем растущую страховку, налоги и все остальное. И это, если Пауэлл снова не повысит ставку. Он говорит, я думаю, нам нужно будет увидеть убедительное доказательство того, что наша политика не является достаточно ограничительной, чтобы со временем устойчиво снизить инфляцию до 2%. Как они собираются снизить инфляцию до 2% если уже к осени этого года они планируют раздать от 980 миллиардов до 2 триллионов долларов в руки американцев? У них же будет больше денег для трат. У них появится больший капитал на то же количество товара. Все же начнет расти. Именно поэтому я думаю, что возможно на фоне финансового стимулирования они возьмут и повысят ставку. Такая среда с продолжительной высокой ставкой будет иметь целью доходы граждан. Уже сейчас расходы по кредитке достигли почти 28%. Это максимальное значение с 1994. В 2020 это было 15%. То есть процентные ставки по кредитке для обычных американцев выросли вдвое. Вот разница между 15% и 28%. Платить нужно будет дольше, платить нужно будет больше, процентные ставки будут выше. И это при существующей процентной ставке. Но если ФРС США повысит ее еще выше, это будет коллапс. Так к чему приведет это финансовое стимулирование, кроме как временно отсрочит кризис? Оно приведет к тому, что ФРС США придется держать ставки высокими еще дольше. Возможно даже еще повысить. Уже этим летом предлагаемый шаг может начать освобождать почти триллион долларов в кошельки потребителей. А к осени эта сумма может достигнуть двух триллион. Это произойдет, если Фредди Мак получит разрешение от регулятора. Если эта схема будет одобрена, она будет эквивалентно огромным стимулирующим вливанием. Но без единого цента в национальный дефицит. А вероятность одобрения очень-очень высока. Скорее всего это будет одобрено. Финансовое стимулирование масштабов больших, чем во времена коронавируса, будет одобрено. Рынки будут расти, экономика будет взрываться. Но это будет просто пыль в глаза, которая закончится. И все это будет происходить на фоне роста процентной ставки. А значит это будет просто пыль в глаза. И катастрофа будет просто отсрочена. Итак, краткий вывод. Они готовят сценарий, в котором они временно отсрочат катастрофу. Эта отсрочка будет длиться от 6 до 12 месяцев. Они потянут время, чтобы приготовиться к ночному кошмару. И их меры по отсрочке приведут к большому росту рынков, в том числе и биткоина. Ведь они собираются влить в рынки до 2 триллионов долларов ликвидности. Естественно это может спровоцировать хороший скачок для биткоина и других рынков. Но затем мы имеем этот отчет о том, что сотни банков могут рухнуть. И даже больше 1800 банков, которые взяли у ФРС США 161 миллиард долларов в рамках программы экстренной помощи, они должны выплатить эти деньги обратно до 11 марта 2025. Эти банки соберутся и сконсолидируют свои усилия для того, чтобы устроить видимость взрывающейся экономики. Но люди не заметят этого. Они будут сфокусированы на этой двуязычной манипуляции. Дабл спикинги. Ух ты, экономика растет, рынки растут, все круто. А затем, бум, эйфория будет наказана. И все эти деньги, и даже больше, вернутся в руки банков. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok